Как в жизни нужно обходиться с агрессивной жертвой, если с ней необходимо проводить взаимодействие? Как в жизни нужно обходиться с агрессивной жертвой? Все агрессивные жертвы, если с ней необходимо проводить взаимодействие? Все жертвы агрессивны. Вы можете это видеть в своей работе. В этом году у нас есть родственные жертвы. У девочки было очень грустное лицо, это было видно в перерыве. Что я с ней сделал? Можно я продемонстрирую это на тебе? Ну вот спросил, ну что теперь тебе хорошо? Он говорит, да я проснулся. И потом здесь был еще один мальчик. Я сделал с ним то же самое. И он не доволен. Он вышел из роли жертвы. Но твоя вопрос гораздо глубже. Я возьму достаточно времени, чтобы ответить на него. Ты очень часто уже видел меня в работе. Я получил такой опыт. Я расскажу вам просто пример. В Washington у меня был курс. И моя женщина сказала, что у нее тяжелый пациент. Она очень агрессивна. Могу ли я ей помочь? Я сказала, да. Из-за чего она пришла к тебе, обратилась к тебе? Она сказала, что у нее болела рука. Она, кроме всего прочего, физиотерапевта. И она ее лечила. Я ей спросила, что помогло? Она ответила, ну да, все стало хорошо. Я спросила, что у нее в чем проблема? Я спросила, что у нее в семье. Она ответила, что у нее в семье. Я ей сказала, что у нее в семье у нее в семье. Она ей сняла жертву. Каждый человек, которому я хочу помочь, я делаю жертвой. И тогда жертва становится злой. Кто опасен для семейного расстановщика? Всегда жертва. Жертва приходит с определенными ожиданиями. И хотят, чтобы мы что-то сделали для них. И если мы говорим, я этого делать не буду. Например, если я вижу, что человек хочет что-то конкретное. Например, чтобы я пожарил ее. И тогда в газете появляется специально написанное имя. Какие наши соки. Суд на психотерапевта подают только жертвы. Субтитры создавал DimaTorzok